Эту чайку 1969 года выпуска самарец Алексей Инишев купил 4 года назад. Ее подарил Леонид Брежнев, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, герою Советского Союза генералу Бассану Городовикову на его 75-летие. Потом машина оказалась в спецгараже администрации Листы в Калмыкии, а в лихие 90-е снова попала в частные руки. Алексей Инишев увлекся восстановлением ретро-техники 15 лет назад. Сейчас у него в коллекции с десяток мотоциклов и два автомобиля. Праздник уникальных редких раритетных автомобилей и мототехники автопарад Авторадио в день города устроила радиостанция Авторадио. Накануне Дня города в прямом эфире ведущие пригласили на площадь Куйбышева коллекционеров уникальной техники. В итоге музей под открытым небом собрал более сотни машин и мотоциклов. Все красиво, они все прекрасно по-своему. А самое главное то, что у нас есть столько людей, которые очень увлечены этой темой, которые влюблены в автомобили, ну и вот содержат достаточно уже, как видите, раритетные автомобили в таком состоянии. Это очень приятно. Первый автомобиль по Самарским улицам прокатился еще в 1904 году. Он был немецкого производства. Принадлежал купцу, художнику и меценату Константину Головкину. Об этом на открытии выставки уникальных редких раритетных автомобилей рассказали почетные гости и поздравили самарцев с Днем города. Я всех поздравляю с праздником. Я всем желаю сегодня насладиться и солнечной летней погодой, и праздничными чувствами, и эмоциями, и зарядиться бодростью на весь последующий год до следующего праздника и следующего дня нашего дорогого города. Руководство Авторадио надеется, что это начинание понравилось самарцам, и автопарат Авторадио станет доброй традицией в День города. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.